Приветствую вас, несмотря на то что вы обратились в раздел психологии, ваш вопрос в большей степени похож на вопрос по эзотерике, потому что вы пишите дату рождения и просите совет. Психологи не дают советов, психологи не анализируют ситуацию по имени и по дате рождения. Психологи работают немножко в другом ключе. Но поскольку вы задали свой вопрос в раздел психологии и ваш вопрос подходит под такое направление психологии, как семейные отношения, то я позволю себе на него ответить. Вы пишите, стоит ли прощать своего мужа, если он изменил, но обещал, что такого больше не повторится. Знаю, что все возможно, все зависит от человека, но я боюсь. Пишите вы. Что ж, ваш страх вполне основан, вы боитесь повторения. Ага, надо сказать, что повторение действительно, ну вот, ситуация, повторение ситуации действительно возможно. Ага, потому что измена означает неудовлетворенность в отношениях партнеров, а просьба прощения чувства вины. Чувство вины само по себе является очень часто самоцелью в совершении поступков. То есть какие-то поступки совершаются только для того, чтобы человек почувствовал вину. Когда человек чувствует вину, для него, в принципе, все очевидно, он освобождается от тревоги, которая у него обычно присутствует. А когда чувства вины нет. Чувство вины здесь используется для того, чтобы понимать, что хорошо, а что плохо. Так что, если надо отношениями не работать, если человек только про прощения и все, и никаких выводов, никаких решений, причем совместных решений, совместных выводов, потому что это ваша, так сказать, общая ответственность, то, что произошло, я имею в виду, измену, то в прощении никакого смысла нет. И можно простить, можно принять, но стоит иметь в виду, что такое, скорее всего, постарается. Если не будет фактической измены, да, то есть вот измены не будет, то будут какие-то другие проблемы. Например, может быть, это скандалы, может быть, это срывы, может быть, это, ну, что-то еще. То есть достаточно много вариантов развития событий негативного, вот, если не смотреть на то, что именно, в чем именно не удовлетворен ваш партнер. Следующий момент, измена в самом себе, это травма. Травма для вас, травма для вашего мужа, хотя вы, наверное, с этим не согласитесь, ну, а спорить с вами я не буду по понятным причинам. Но, тем не менее, для вас это травма, и если для вас это травма, то вам необходима эту травму, страхораборность. Вам необходима психотерапия для того, чтобы травма перестала в этот собственный знак. Потому что очень часто измены представляют собой разрыв привычных представлений о том, что такое отношение, что они из себя представляют и так далее. Поэтому травма необходимо пролечить. Ну, и последнее. Вы пишите, что вы боитесь. Не очень, честно говоря, понятно, чего именно вы боитесь. То есть, боитесь ли вы повторения ситуации, или боитесь ли вы чего-то, ничего. Но, в любом случае, здесь вы чувствуете некоторую свою незащищенность. И, соответственно, если вам незащищенность чувствуется, то, вероятно, вам нужна помощь в том, чтобы уровень защищенности повысил. Повысил свои, чтобы не быть уязвимым в этом. Ну, а если вы будете менее уязвимы, то, скорее всего, вы сможете вести себя более естественно в отношениях. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.